В минувшую субботу, 9 февраля, свой профессиональный праздник отмечали стоматологи. По этому поводу мы пригласили к нам гостя детского стоматолога Галина Васильевна Перепелкина. Доброе вам утро! Доброе утро! И, во-первых, с праздником, прошедшим вас! Спасибо! Мне также хочется поздравить с прошедшим праздником всех своих коллег. Пожелать всем здоровья, счастья, радости в этой жизни, хороших клиентов, чтобы они были детки послушные, не плакали, ну, а чтобы они умели собраться и успокоить этих деток, если уж они плачут. И красивые улыбки! Да, всем красивых улыбок, всем! И деткам, и врачам! И здоровых зубов тоже, обязательно! Тема у нас важная. В любом случае мы говорим о том, как же все-таки сохранить эти зубки. В основном дети приходят вам с какими проблемами, интересно? Ну, приходят с очень разными проблемами детки. Во-первых, то, что у нас сейчас в поликлинике, я хотела бы сказать два слова буквально, да, у нас очень хорошее оборудование новое, то есть современное все, работают очень опытные, высококвалифицированные доктора. Оказывается, помощь во всех отношениях, что ребенку надо. То есть, если ребенок пришел просто зубчиком, мы уже смотрим, какой у ребенка прикус, не надо ли его послать к ортодонту, не мешает ли какой-то зубчик, может, его надо послать к хирургу. Это все делается сразу в первое посещение, когда ребенок смотрит, приходит на первый прием. Мы осматриваем его и сразу составляем план лечения этому ребенку. А первое посещение, допустим, ребенка к стоматологу во сколько лет? Допустим, если они там растут зубки в годик. Если нет проблем, есть какие-то рекомендации? Да, если даже нет проблем, желательно, чтобы ребенок пришел на прием просто на прием. Вы видели лица этих детей, когда говорят, что у тебя все хорошо, зубки интактные, ты можешь идти, ребенок счастливый встает с кресла и бежит. То есть в следующий раз, даже когда у него возникнет какая-то проблема, он придет туда с радостью, он бояться уже не будет. У каждого ребенка своя психология. Одни не боятся, приходят более смелые, другие очень боятся замкнутые дети. Поэтому мы стараемся их разговорить, уговорить, поговорить. У нас сейчас Валерий Артемович Булгак купил телевизор огромный такой. Мы включаем, спрашиваем. В кабинете телевизор, да? Прямо в кабинете телевизор. Мы спрашиваем, какой ты любишь мультики? Включаем эти мультики. Ребенок отвлекается. Тогда легче с ним работать. То есть, ну... Еще, наверное, нужно общаться, да? Общаться, да. Самое главное, подход. Все-таки есть отличие. Первый подход к ребенку. Очень многое зависит от того, с каким подходом подойдут к ребенку. Настолько надо к нему ласково, настолько, как можно менее травматично первое посещение ему сделать. Как можно лучше обезболить все это посещение, чтобы ребенок не почувствовал боли, а почувствовал только улучшение. И уже второй раз он придет спокойнее. До скольких лет к вам приходят дети? До 15 в детское отделение. После 15 они идут уже подростково. А то я бы тоже в такую атмосферу бы замечательно пришелся. Мы пообщались, я бы сидел в мультике. А то многие взрослые боятся тоже. Конечно. Вот понимаете, вот и говорят, что когда ребенок испугался в детстве, так, ну, пришел, может быть, с такой болью, может, напугался, может быть, попал в такую атмосферу. Я не знаю, ли трудно сказать. Ну, это болезненная процедура в любом случае. Иногда взрослые говорят, я боюсь стоматолога еще с детства. Поэтому главное в детстве не напугать ребенка, а отнестись к нему как положено. Топ самых основных проблем, я не знаю, кариес, еще что, что он стоит на первом месте? На первом месте стоит кариес. То есть кариес? Ну, лечение следового кариеса идет в одно посещение. В одно посещение, да. Это ребенку абсолютно безболезненно. Что, зубчик в этом данном случае препарируется, вымывается, высушивается и ставится пломбочка. Все. И ребенок уходит довольный, счастливый. Самая главная проблема в том, что когда ребенок приходит уже с острой болью, то есть у ребенка уже болит зуб, и стараемся, надо сделать анестезию. Анестезию делаем, прежде чем ее сделать вместо укола, обязательно обезболиваем. У нас есть пасточки все вот эти для этого существующие. Поэтому сам укол ребенок даже не чувствует. Ну, и тогда уже проводим лечение. Очень смотрим за постоянными зубами, потому что вот именно в детской стоматологии приходят дети иногда с пульпитами, периодонтитами, а еще не сформирован корень. Вот здесь уже, да, вот здесь уже идет очень тщательная подборка к лечению. Это идет многосеансное лечение. Но мы боремся за каждый зуб. И то, что говорят молочные... Даже за тот зуб, который может потом упасть? Вы знаете, что это... Да, молочный зуб, который упадет, но мы смотрим, что еще ему более года осталось, мы его обязательно лечим. Потому что инфекция в полости рта, в этом зубчике, может проникнуть. Ведь под молочным зубом уже есть зачаток постоянного. И когда инфекция может проникнуть туда, уже постоянный зуб может выйти то ли с меловидным пятном, то ли может выйти вообще с дефектом эмали зуба. Это, конечно, для постоянного зуба не есть хорошо. Это раз. Во-вторых, раноудаленные зубы ведут к тому, что идет неправильный прикус у ребенка. Зубы идут скученными, либо идут... Аномальное положение зубов выходят они. Тогда уже приходится обращаться к ортодонтам, исправлять все прикусы. Хотя, если их вовремя лечить, все выходит нормально, каждый зубчик идет на свое место. Это ставить брекеты? Да, потом уже, да. Но это уже очень длительное и сложное лечение. Конечно, все это делается, все это можно делать. Но ведь это все можно предотвратить, если вовремя лечить. Вовремя лечить, а еще, наверное, нужны рекомендации, наверное, родителям. Да, родители должны знать, что как можно ребенка хотя бы раз в полгода показать стоматологу. Потому что бывают такие маленькие дырочки, которые не видят ни родители, дети этого не чувствуют и не знают. Лучше прийти на осмотр, посмотреть, что надо. Маленькую сразу полечили. И беспроблемно. Она абсолютно безболезненно лечится. Какие еще можете дать рекомендации? Ну, это, в первую очередь, гигиена полости рта. От этого очень многое зависит. Но я вам скажу, что зубки детки должны чистить минимум два раза в день. Это утром после завтрака, вечером перед сном. В обед, когда дети находятся в школе, рекомендую всем, после обеда, где они кушают, там булочку что-то съели. Там столько кранов стоит. Подойти, помыть ручки, просто сполоснуть рот. И сполоснуть, просто сплюнуть вот эти крошечки, которые остаются. Потому что на них развиваются бактерии. Они выделяют кислоту, она портит эмаль. И обязательно, чтобы родители следили за тем, как детки чистят зубки. Детки могут забежать в ванну, показать щетку зубам и побежали дальше. А родители должны контролировать все это. Тогда будет толк. А что нужно делать родителям, чтобы, я не знаю, чтобы они приходили к доктору уже не такими напуганными? Да, родители должны дома подготавливать детей. Объяснять, что это надо. Просто мы идем с тобой на осмотр. Если у тебя появилась какая-то пост, идем тебе доктор полить, что это будет не больно. То есть настрой родителей должен быть хорошим с дома. Понимаете? Иногда родители, честно вам скажу, приходят и говорят, мама, садят ребенка в кресло, говорят, ой, я сама так боюсь сноматолога. И, конечно же, ребенок уже будет. И я в шоке. Я говорю, мамочка, разве можно так говорить? Ну что, Галина Васильевна, спасибо большое за эту полезную беседу. С прошедшим вас праздником. Всего вам самого наилучшего. И, конечно же, поменьше вам деток больных.